Жители и гости как Сочи, так и Абхазии регулярно отправляются на праздники, выходные или в отпуск, как говорится, на соседние берега, чтобы посмотреть достопримечательности или просто навестить близких. В такие дни на российско-абхазской границе усиливается работа контрольно-пропускного пункта. Если сейчас в сутки через мап Адлер проходит порядка 13 тысяч человек и 3 тысяч транспортных средств, то в предстоящие выходные пропускная способность должна увеличиться на четверть. И специалисты пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю к этому готовы. Проведены ряд совещаний по рассмотрению вопросов об устройстве пункта пропуска, создании элементарных условий для лиц, пересекающих государственную границу, в том числе по оказанию первой медицинской помощи лицам, которым становится плохо в период пребывания в пункте пропуска, либо ожидания в очереди. В пункте пропуска предусмотрено реверсированное оформление транспортных средств. То есть период пиковых нагрузок по оформлению экскурсионных туристических автобусов. Преимущества слаженной и четкой работы специалистов пограничного управления на пункте пропуска жители и гости курорта уже оценивают. Саркис Манукян пересекает границу раз в неделю. И посещение друзей в соседней республике трудным не считает. Друзья, товарищи здесь живут, гости ездят. Нормально все, прекрасно. Ну вот сейчас быстро или проходит? Очень быстро. Если так будет продолжаться, это шикарно. Время, отводимое на оформление в контрольно-пропускном пункте – 3 минуты на человека. То же самое и для транспортных средств. Пока водитель предоставляет документы, специалисты осматривают машину. Если все хорошо, добро пожаловать за рубеж. А для того, чтобы никаких проблем не было, достаточно знать несколько простых правил. Перед тем, как выехать за границу, нужно убедиться в действительности и достаточности необходимых документов в отсутствии судимости и постараться скорректировать время пересечения пункта пропуска. Так, наиболее удобным промежутком являются дневные часы, когда количество транспортного и пассажирского потоков сокращается в разы. А вот пиковые нагрузки в данное время года приходятся в период с 7 до 10 утра и с 17 до 20 часов вечера. И чтобы праздник или отдых не было мрачен ожиданиями в очередях или запретом выезда за границу, позаботиться об этом нужно туристам заранее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.